В конце 2013 года по инициативе ЮНИСЕФ, Центр дружественный подросткам «Надежда» и общественная организация «Матери против наркотиков» начали реализацию проекта «Качественное доступное консультирование тестирования подростков группы риска на ВИЧ-инфекцию». Проект длился больше года и сейчас находится на завершающем этапе. Он представляет собой ряд интересных мероприятий. Вообще его целью было межведомственное взаимодействие общественной организации и государственной организации. Сотрудничество удалось, потому что очень высокий уровень работы общественных организаций, в частности «Матери против наркотиков». Они очень хорошо знают свою работу, свою аудиторию, очень хорошо подготовленные кадры. То есть объединение ресурсов общественной, государственной организации нашего центра, у нас тоже хорошие специалисты, условия для приема подростков, дали очень высокие результаты. Работа города Пинска оценена на самом высоком уровне. Надо отметить, что проект проходил в 10 городах Беларуси. Самой качественной и результативной оказалась работа в Пинске. Всего в реализации проекта за довольно непродолжительный промежуток времени приняли участие около 150 пинских подростков группы риска. Нашей задачей не было выявление, само выявление ВИЧ-инфекции. Задачей проекта было подготовить людей, групп риска, к преодолению вот этих трудностей, к изменению их поведения на более нерискованное поведение, вот так скажем. То есть наша задача была какая? Показать ребенку, в какой опасности он находится и как изменить свое поведение. Специалисты обращают внимание на то, что тестирование на ВИЧ это непростая процедура, особенно если ожидать положительного результата теста. А потому проведению тестов предшествовала большая работа по качественной подготовке консультантов. Три специалиста Центра Надежда и представители организации «Матери против наркотиков», которые имеют чуть больше опыта работы с такой аудиторией. Моя задача была находить подростков, групп риска, то есть мы приходили в поле, то есть это я хочу обозначить парки, те группы людей, где особенно проводят свой досуг, то есть это набережная. Потом мы приходили в общежитие, проводили тоже ряд беседований, собеседований с ними, расспрашивали то, что знают они о ВИЧ-инфекции, какие знания у них есть. Находили общий диалог с молодежью и по шаговой нашей системе мы привлекали Центр Надежда. Мы когда начинали с ними беседовать, говорили, что все это анонимно, что это очень важно, потому что подростки пугаются, потому что думают, если же он пройдет вот этот тест по слюне, то есть узнают все, все его друзья, все его знакомые. И для этого была у них как бы опаска, вот для этого. Когда мы говорили о анонимности, что это никто ничего не узнает, то есть ребенок располагался, подросток, вернее, располагался и было желание пройти вот это тестирование. Непосредственно сам слюновой тест на выявление ВИЧ-инфекции привлеченные ребята проходили на базе Центра Надежда. Он представляет собой обычный пакет с набором, там специальная ложечка для сбора слюны и тестовый такой колпачок с жидкостью и обычный такой тестер, где показываются одна или две полоски. Одна – ты здоров, две – есть повод задуматься, то есть слюновой тест не является конечным результатом кончательного диагноза. Это означает лишь то, что нужно пройти дополнительную проверку, то есть сдать кровь на ВИЧ. Мы, как медицинские работники, проводили консультацию до теста, что его привело к тому, что он боится, что у него есть инфекция. Проводили сам тест и после тестовое консультирование это перенаправление подростка в какую-то другую организацию, чтобы он мог закрепить свое измененное поведение. По словам специалистов, благодаря квалифицированной работе на подготовительном этапе, на тест подростки уже приходили самостоятельно. Они где-то слышали о проекте, рассказывали друг другу и уже доверие к центру и его специалистам приводило их в надежду. И это весьма важный критерий в оценке продуктивности работы. Среди участников проекта оказался и Александр. Он несколько лет употребляет наркотики и также находится в группе риска. К нам пришли ищущие работники организации «Матери против наркотиков». Если бы они рассказали, что предложили мне просто пройти на тест, я бы, наверное, не согласился. Просто они мне подробно рассказали о том, что это анонимно, что это нужно для здоровья. Мне сказали, что я 100% здоров, что тест оказался отрицательным. То есть, ну, я здоров и я этим доволен. Я теперь могу продолжать дальше жить. И теперь только остается задуматься, продолжать ли жить так, как я жил раньше или нет. По качественному и количественному показателям, Пинск стал одним из лидеров проекта. Елена Мытько, психолог и координатор Центра дружественного подростков «Надежда», вошла в состав делегации, принявшей участие в международной конференции ЮНИСЕФ ЕС и партнеров по передовым практикам в работе с уязвимыми подростками, которая в начале декабря проходила в Тбилиси. В настоящее время сотрудники Центра «Надежда» и Организации «Матери против наркотиков» думают над тем, как продолжить реализацию данного проекта на территории Пинска. Показатели были хорошие. Ребята шли с нами на контакт охотно. И многие, вы знаете, остались с нами в хороших дружественных отношениях, даже после реализации этого проекта. Приходят к нам на офис, общаются, делятся своими проблемами, советуются. То есть отношение на этом проекте с ними не закончилось, оно продолжается со многими из них. Несмотря на то, что статистика сегодняшнего дня неутешительна, и Пинск по-прежнему лидирует среди других городов Брестской области, по количеству ВИЧ-инфицированных общее число по городу составляет 614 человек, при том, что всего в области зарегистрировано 1373 человека с ВИЧ. Во время проведения проекта среди 150 участников, привлеченных из группы риска, ни одного случая выявления ВИЧ-инфекции зарегистрировано не было.